Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Подвал и стены готовы. Началось возведение первого этажа. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход строительства школы на пятой просеке. Ясная морозная погода позволила увеличить темпы работ. В Самаре продолжается аварийный ямочный ремонт. Центробанк предложил продлить льготную ипотеку в некоторых регионах страны. Об этом подробнее в новостях экономики. Товары самарских предпринимателей на внешнем рынке. Как наладить поставки за рубеж? Годы работы под грифом секретно, но сейчас можно приоткрыть завесу тайны. Сотрудники РКЦ «Прогресс» рассказали, как удавалось организовывать непрерывность поставок комплектующих для самарских ракет. Подвал и стены готовы. Завершается возведение первого этажа. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход строительства второго корпуса школы на пятой просеке в Октябрьском районе города. Здание рассчитано на 850 мест и должно быть введено в эксплуатацию до конца года. Также до конца 2021 будет готов и новый детский сад на улице Подшипниковой. Все подробности в нашем сюжете. Трехэтажное здание на пятой просеке практически готово принимать учеников. Это первый корпус новой школы на 600 мест в Октябрьском районе Самары. В эксплуатацию его ввели еще в конце прошлого года. Сейчас завозят мебель и спортивный инвентарь. Как оснащают школу, проверила глава Самары Елена Лапушкина. С апреля здесь откроются кружки и секции. Начнутся занятия по дополнительному образованию. Для этого есть все необходимое – большой актовый зал, яркая столовая и спортзал с настоящим скалодромом. Сейчас проверили до оснащения, которого не было раньше. Вы сами видели, какие прекрасные спортивные залы, как оформляется у нас сцена, как у нас оформляется актовый зал. Поступила мебель окончательно уже в столовую, поступила мебель окончательно во все кабинеты. Мне кажется, школа получается просто изумительная. А тем временем по соседству возводят второй корпус этой школы. Он рассчитан на 850 мест. По проекту здание состоит из пяти блоков. В трех из них залили плиты перекрытия первого этажа. То есть фактически первый этаж готов. А в двух других блоках завершаются работы по возведению стен подвала. Этот корпус, включающий в себя и детский сад, возводят по нацпроекту образования. Ввести в эксплуатацию его должны до конца этого года. Идет строительство детского сада и на улице Подшипниковой. Раньше здесь был садик ведомственный от Минобороны. Но теперь на этом месте возводят абсолютно новое здание. Дошкольное учреждение возводят по нацпроекту «Демография». Технологически здание разделено на две части. По первой части уже сегодня началась укладка плит перекрытия первого этажа. И с последующих дней начнется возведение стен уже второго завершающего этажа этого здания. По второй части сегодня завершаются работы по возведению стен фундамента. И уже также началась укладка плит перекрытия подвала. Новый детский сад будет рассчитан на 112 мест, 20 из которых ясельные. Работы на стройплощадке не останавливаются даже в сильные морозы, поэтому все сроки соблюдаются. Дошкольные учреждения тоже введут в эксплуатацию до конца этого года. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Ясная морозная погода способствует увеличению темпов работ. В Самаре продолжается аварийный ямочный ремонт дорог. Где сейчас устраняют ямы и какой план нужно выполнить в ближайшее время, расскажет Сергей Кизоркин. Старый асфальт отправляется на переработку. На его место рабочие кладут новое. Была яма, стала комфортной для движения покрытия. Гаражную улицу должны привести в порядок до конца дня. Это 300 квадратных метров. От Авроры до Революционной. Ямам нужно придать правильные геометрические формы. Очистить от воды и грязи, затем залить новым асфальтом. Делаем карты, стараемся делать их более большими. Чтобы чем больше площадь ямочного ремонта, тем лучше держится эта самая летая смесь. Мы стараемся обгородить эти ямы в данный момент, чтобы, конечно, это безопасное дорожное движение все-таки. И как бы оградить людей и сам участок работы. Чтобы, конечно, он затвердел, а был более углубленный и в лучшей форме он сохранился. 20 минут после чего могут машины по ней эксплуатироваться, ездить. Дорожные рабочие отмечают, автомобилисты с пониманием относятся к необходимости ремонта и резких маневров не совершают. Иначе, если транспорт проедет до застывания смеси, она просто выдавится из карты. И придется все делать заново. В первом квартале по плану аварийно-ямочного ремонта нужно заделать ямы и выбоины на площади более 11 тысяч квадратных метров. На сегодня сделали около 30% от намеченного. Работы ведутся круглосуточно. Задействовано 5 мобильных установок. За сутки получается залатать порядка 500 квадратных метров дорожных дефектов. Асфальт с заводов Преображенки приходит к качественной и нужной температуре, которая может составлять 230 градусов. Она поддерживается в Кохере. Термозбункер для литого асфальта оснащен системой перемешивания, подогрева и контроля. При работе вся жидкость из заливаемой карты выпаривается из-за разницы температур материала и дороги. Проверяет качество асфальта и соблюдение выполнения технологии муниципальное предприятие, дорожное хозяйство. Пока нареканий работа подрядчиков не вызывает. С данной участки по каждой яме, по каждой участке ремонта разрабатывается исполнительная схема и контролируется в течение гарантийного срока. В случае, если кусок разрушается или вылетает, то очная заплатка восстанавливается подрядчиком уже за свои деньги. Автолюбители голосуют за ремонт дорог в любом его виде, начиная от аварийно-ямочного до капитального по нацпроекту безопасной и качественной автомобильной дороги. Желательно более оперативно подходить к этому вопросу и устранять их, дабы избежать аварийной ситуации. В идеале, конечно, ремонт дороги, но если не позволяет там бюджет или еще что-то, то на первое время, конечно, лучше заделать хотя бы заплатки сделать. Кроме улицы Гаражная отремонтируют сегодня улицы Вольская, Алматинская, Революционная, проспект Кирова и Южное шоссе. До конца недели обновят дороги в Куйбышевском районе Самары и улицу Промышленности. Подходят к концу работы на Ракетовском шоссе. Особое внимание уделяют путепроводам. Мониторинг непрерывный, поскольку при частой смене погоды с оттепелей на заморозке могут появляться новые разрушения. Службы благоустройства реагируют оперативно. При необходимости на участки и дорожные рабочие готовы выйти повторно. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 250 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 51 464. Такие данные в четверг 11 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки в регионе выздоровели 265 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 47 866 пациентов. В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса. Привито более 125 тысяч человек. Из них свыше 78 тысяч получили второй компонент вакцины. В первую очередь сделать прививку медики рекомендуют старшему поколению и тем, у кого есть хронические заболевания. Слово мэрии Елчан. Вакцинация от коронавируса проводится добровольно и бесплатно. Если прививку от ковид сделают 60% населения, это поможет сформировать коллективный иммунитет и остановить эпидемию. Свою лепту в этот процесс сегодня внес заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. Он пришел в прививочный пункт, чтобы пройти первый этап вакцинации. Для меня на самом деле этот шаг, это шаг ответственности. Ответственности не только перед собой за свое здоровье, а за окружающих, перед окружающими, перед своей семьей, перед коллегами по работе. И я посчитал для себя важным и необходимым сделать прививку. О здоровье своем, своих близких и коллег позаботился и министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Полгода назад он перенес ковид и не понаслышке знает, насколько коварен вирус и как важно себя от него защитить. Медики напоминают, через некоторое время после перенесенной болезни антитела исчезают и человек рискует заболеть коронавирусом вновь. Поэтому лучше привиться. Прививка показана лицам от 18 лет, не страдающих острыми в этот момент заболеваниями, не страдающими острыми инфекционными заболеваниями в этот период, и не страдающими злокачественными заболеваниями в период прохождения специального лечения хирургического, химиотерапевтического, лучевого. В Самарской области привились уже более 125 тысяч человек. Из них свыше 78 тысяч получили второй компонент вакцины и таким образом завершили вакцинацию. При этом более половины привитых – это люди старше 60 лет, входящие в группу риска по заболеваемости коронавирусом. Вакцинация проходит в два этапа. Два этапа – это для лучшей выработки иммунистета. Там входят определенные частички вируса, вот этого коронавируса неживого, которые формируют определенные виды иммунистета. И чтобы иммунистет был дольше и устойчивее – вот это два этапа. Записаться на прививку можно дистанционно. По телефону горячей линии 122 и на портале госуслуг. Для заявки нужно выбрать услугу «Запись на вакцинацию». Баннер на главной странице. Даже при отсутствии электронного расписания можно оставить заявку в листе ожидания. И как только препарат поступит в поликлинику, вас пригласят на процедуру. Мэри Елчан, События. Впереди вас ждут новости экономики. Их подготовила Виктория Шарая. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. О чем будут сегодня новости экономики? Председатель Банка России Эльвира Набиулина заявила, что антикризисную программу льготной ипотеки на жилье в новостройках можно было бы продлить в 24 российских регионах. Это те регионы, в которых уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья выше, чем в среднем по России. Но сначала о курсах валют. Курс доллара на 12 марта – 73,49 рубля. Евро – 87,75 рубля. Нефть марки «Брент» – 68,44 доллара за баррель. Российская Федерация постепенно избавится от долларовой зависимости, считает председатель Нижней Палаты Парламента Вячеслав Володин. По заявлению парламентария, страна планирует переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими государствами-партнерами, в том числе в формате Евразийского экономического союза. По его словам, в рамках ЕАЭС расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращивается и торговля в национальных валютах с Китаем и Турцией. Как сообщала в феврале Министерство финансов России, страна изменила структуру Фонда национального благосостояния, снизив долю активов в американских долларах и евро с 45 до 35%. Председатель Банка России Эльвира Набиулина заявила, что антикризисную программу льготной ипотеки на жилье в новостройках можно было бы продлить в 24 российских регионах. К примеру, в Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, на Алтае, в Дагестане, Чечне, Ингушетии и многих других. Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объем жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса. Глава Банка России также поддержала идею разрешить россиянам самим продавать жилье, находящееся в залоге у банка. Минтруд планирует с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4%, сообщили в министерстве. Их средний размер составит 10 183 рубля. В соответствии с действующим законодательством, индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсии в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год к аналогичной величине за 2019 год. У тех граждан, у кого социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера, в регионе есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня. Для индексации с федерального бюджета будет направлено порядка 13 миллиардов рублей до конца текущего года. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Самарским бизнесменам рассказали о мерах поддержки экспорта, которые предполагает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Сегодня в Самаре около 700 бизнесменов, которые занимаются торговлей на внешних экономических рынках в плане увеличить это число как минимум в два раза за ближайшие пару лет. Куда обратиться за поддержкой, и как стать экспортером, расскажет Мария Левина. Андрей Суботин занимается производством сувениров и изготовлением витражных окон. Сначала это было хобби, около 10 лет назад открыл свою мастерскую. За эти годы появились постоянные клиенты, многие из которых заказывают декоративные предметы в качестве сувенира для родственников, живущих за границей. Именно там ценят подобного рода искусство. На родине спрос на него невелик. Предприниматель давно мечтает заняться экспортом, но не знает, с чего начать. Поддерживают, потому что самому это очень тяжело выйти на зарубежный рынок. Надо и перевод, и многие документы, которые делают. Иногда на это не хватает времени, потому что я сам лично занимаюсь, это делаю своими руками. Меры поддержки предпринимателей получают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Спектр предоставляемых услуг широк, от бесплатной консультации юристов и бухгалтеров до полного сопровождения экспорта, в том числе за пределами страны. Эксперты провели для бизнесменов специальный семинар, на котором рассказали о возможностях. Составление бизнес-плана, организация выставочных компаний, в том числе за рубежом. Но и в этом плане нужно пользоваться теми мерами поддержки, которые существуют, так как это очень серьезный и великолепный шанс для наших предпринимателей. Сейчас в Самаре свыше 700 предпринимателей занимаются торговлей на внешнем рынке. В основном это промышленная продукция. В планах увеличить это число до нескольких тысяч в ближайшие пару лет. Потенциальному экспортеру следует обратиться в городскую администрацию либо экспортный центр для получения дальнейших инструкций. Мария Левина, Николай Сидоров, События. В Самаре снизилось количество подростков, состоящих на учете по делам несовершеннолетних. В городской комиссии по профилактике правонарушений рассказали об итогах работы за год. С оперативными данными ознакомилась Ольга Хомаракулова. В Самаре стало меньше несовершеннолетних нарушителей. Об этом сообщили члены комиссии по профилактике правонарушений городского округа, подводя итоги работы за год. Динамика наблюдает снижение преступлений, совершенных в общественных местах на 6,5%, на 3,5% уличных преступлений. И снизилось количество подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, с 767 до, пусть не очень много, но до 710. Даже такая небольшая статистическая сподвижка не далась просто так. За год с детьми провели более 6,5 тысяч лекций, где простым языком объясняли, как не вовлечься в преступность. А полторы тысячи мероприятий посвящены непосредственно правовому детскому информированию. Более двух тысяч трудных подростков, состоящих на учете, прошли социальную адаптацию. 48 помогли трудоустроиться. На информационных экранах муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципального транспорта размещалась социальная реклама, направленная на информирование населения об общероссийском детском телефоне доверия. Социальные ролики направлены на повышение безопасности детей. Но расслабляться ведомством не приходится. Отмечается рост преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, сотовой связи. Здесь необходимо доводить до наших граждан информацию о такого рода преступлениях. Не забыли и про традиционные аспекты безопасности – оснащение камерами дворов и подъездов. Так, 206 камер видеонаблюдения появились в 27 дворах Самары за минувший год. Все в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный двор». И работа в этом направлении будет продолжаться. Ольга Хомракулова, Максим Гусев. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. В Самаре к списку уже имеющихся организаций, в которых трудятся осужденные, приговоренные к исправительным работам, добавилась еще одна. Это управляющая компания, которая обслуживает улицы Минская, Нагорная, Ставропольская, Старозагора, Черемшанской, Строителей, Проспект Кирва. Список мест, где осужденные выполняют исправительные работы, с каждым годом пополняется. Они трудятся в управляющих компаниях, фирмах, которые благоустраивают город, в больницах, в социальных учреждениях. Человека, как правило, отправляют работать в учреждение по месту его официального жительства. В Самаре полиция задержала мужчину, которого подозревали в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Самарской области. По информации следствия, злоумышленник проник в СПА-салон, закрыв лицо маской. Там он, угрожая ножом сотрудницы салона, отобрал у нее два смартфона, украшения и деньги. После звонка оперативники немедленно выехали на место преступления, изучили записи с камер наблюдения и нашли подозреваемого. Задержали мужчину в собственной квартире. Он во всем сознался. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражи и разбойное нападение. Возбуждено уголовное дело, преступник заключен под стражу. Тольяттинская управляющая компания стала фигурантом уголовного дела о незаконном начислении собственником помещений 7 миллионов рублей за яково потребленную электроэнергию. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района Тольятти. Надзорное ведомство установило, с УК был заключен договор поставки электроэнергии. Было поставлено электроэнергии почти на 27 миллионов рублей, из которых управляющая компания оплатила 25 миллионов. А собственникам помещений УК за это время выставило счета на 38,5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он всю жизнь посвятил ракетно-космической отрасли. Почти 50 лет проработал на заводе «Прогресс». От Вячеслава Вершегорова зависели бесперебойные поставки запчастей для самарских ракет. Сегодня он стал героем проекта «Космические старты Самары», организованного Региональной общественной палатой. Вся подробности в нашем сюжете. Вячеслав Вершегоров говорит, для него одинаково близки проблемы как железнодорожной, так и ракетно-космической отраслей. Его отец работал на железной дороге, поэтому до армии Вячеслав трудился вместе с ним на станции «Безымянка». А когда пошел отдавать долг родине, работал машинистом тепловоза на станции, где находилась ракетно-космическая база. Я впервые увидел, как осуществляется выгрузка ракеты-носителей ее составных частей и узнал, что, оказывается, они из моего родного города приходят, из Куйбышева. Поэтому по окончании службы у меня появилось желание продолжить дальше работу в космической отрасли. Я поступил на завод «Прогресс». В те годы «Прогресс» был секретным предприятием, на котором собирали ракеты, а комплектующие к ним производили в разных городах страны. Вячеслав Михайлович руководил службой снабжения, и его задачей было обеспечить бесперебойные поставки деталей, а затем своевременно доставить ракетоносители на космодром. Важно доставить тот груз, который грузился на заводе, доставить до космодрома «Бэконом». Чтобы в целости, сохранности, чтобы была проверена схема погрузки, чтобы он в установленное время установлены сроки. В моем представлении усматривается прямая связь транспортных средств. Это железная дорога, это самолеты, авиация, это космические средства. На заводе «Прогресс» Вячеслав Фершегоров проработал 48 лет. За эти годы внес неоценимый вклад в освоение космоса. Узнать о таких героях теперь помогает проект «Космические старты Самары», организованный общественной палатой Самарской области. Героями проекта станут 12 ветеранов ракетно-космической отрасли. Ролики будут выложены в сеть интернет. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Василий Колдашов. События. Площадь Куйбышева уже начали готовить к проводам зимы. В эти выходные там отметят Масленицу. Весеннее солнце, блины и горячий чай будут создавать настроение отдыхающим. Чем еще будут удивлять самарцев, расскажут наши корреспонденты. Умелые руки, немного фантазии и усадьба Деда Мороза превращается в этноизбушку. Самарский мастер Никита Дементьев оформляет одну из тематических площадок на площади Куйбышева не первый год. В 21-м инсталляция будет представлена в виде русской избы, в которой мастерицы в народных костюмах будут вязать полотно и вышивать. Когда у нас весна, Дед Мороз ушел, у нас расцветают цветы на задней панели. Вместо елки у нас выросло дерево с каплями воды, несмотря на погоду. В этом году массовых гуляний, посвященных Масленице, на площади не будет. Но будут работать фотозоны и арт-объекты. Можно будет сфотографироваться с фигурками животных, выполненных из сена, а также с настоящей русской печью, фигурками в виде чашек и самовара. Будут работать на площади точки общественного питания и ярмарка, где можно будет приобрести вещи ручной работы. Палатки для торговли будут расположены на расстоянии с соблюдением социальной дистанции. В этом году, безусловно, мы увеличили количество объектов торговли и объектов общественного питания для того, чтобы рассредоточить их максимально по площади и тем самым соблюдать максимально социальное дистанцирование. Безопасность людей является приоритетной и главной для городского округа. На площади Куйбышева уже установлены масленый и светодиодный экран, на котором будут показывать развлекательный контент. Фигуры с изображением главного символа праздника представят и победители конкурса «Самарская маслена. Гость и дорогая». Большая скульптура, которая в этом году еще и с новыми технологиями современными будет сопряжена. То есть, это медиаэкраны, на которых идет очень интересный контент, посвященный масленице. Большой экран, с которого будут и рассказываться и сказки, и песни петь. То есть, все для того, чтобы настроение праздника было максимально просто ощутимо. Работать площадки начнут уже завтра, 12 марта, с 3 часов дня до 10 вечера. В субботу и воскресенье они будут открыты с 10 утра до 10 часов вечера. Виктория Шарая, Никита Колосов, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на наш сайт Самары ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, берегите себя и своих близких, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok